Друзья, всем привет! Сегодня будем делать очень простую, но от этого не менее полезную самоделку, для которой понадобится вот такая зажигалка и кусок медного одножильного провода. У меня он полтора квадрата. Для начала провод необходимо зачистить и достать оттуда медную жилу. Далее необходимо эту медную жилу скрутить по спирали на конус. Для этого я возьму вот такое ступенчатое сверло и скручу провод, как на видео. Если такого конусного сверла нет, то можно воспользоваться, например, обычной шариковой ручкой. Форма у которой к кончику как раз-таки идет конусом. Далее с получившейся пружинкой делаем манипуляции примерно как на видео. Загибаем кончик вдвое и сплющиваем. Нашел вот такую небольшую пластинку деревянную. Из нее надо вырезать небольшой квадратик. Для этого я возьму лобзик и спокойненько выпилю. Далее на медную пружинку необходимо примотать изоленты к получившейся деревяшке. Для этого я возьму, естественно, не зеленую, а синюю изоленту и приступаю к действию. Получившуюся конструкцию той же изоленты необходимо примотать к корпусу зажигалки. Таким образом, чтобы пружинка была над соплом зажигалки. Все, самоделка готова. Если кто не понял, рассказываю, для чего она нужна. Это получился такой простой мобильный паяльник с помощью обычной зажигалки и медной проволоки. Зажигаем зажигалку, тем самым нагревая кончик проволоки, мы его быстро разогреваем. Буквально 10 секунд и можно работать. Покажу, как она работает на примере вот такого миллиметрового припоя с канифолию POS-61. Жало нагревается быстро, работать очень удобно. Друзья, надеюсь, такая простейшая самоделка вам понравилась. Делается, как вы видели, очень просто, но тем не менее работает и выполняет свою функцию. Поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. А также не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.